Доброе утро, дорогие друзья! Среда, глава Беалладха. Поговорим сегодня о важнейшей вещи, которая говорится в нашей главе, о воспитании. У нас есть только один способ повлиять на будущее. Это изучать уроки прошлого. В первую очередь это касается проблем с воспитанием детей, с возможностью создания поколения, которое будет верить. Это особенно важно после того, как миллионы людей лишились памяти о религии, о своих связях с Богом. Три поколения назад никто даже представить себе не мог. Слово атеист четыре поколения назад вообще не существовало. Мудрейший из царей Израиля Соломон учит в своих притчах, что воспитатель должен ставить своей целью долгосрочное поведение ученика в будущем. И тогда он не свернет с него. Любопытно, что слово ханок, воспитывай, на иврите означает и очищай. Отсюда, кстати, идет название праздника Ханука, отмечающее очищение храма и чудо света минора. Наша недельная глава начинается с рассказа о том, как Всевышний обратился к Маше, когда будешь зажигать свечи миноры. Мудрители всегда говорят, почему слово Беалладха зажигать. Здесь премино, которое в принципе называется, перевод точно это возвышай. Поскольку пламя поднимается и возносится, зажигание свечей названо возвышением, потому что нужно зажигать пламя, пока оно не загорится. Раф Маше Файнштейн видел в этом важнейший символ того, как надо воспитывать детей. Иногда человек подносит огонек к свече и фитиль загорается. Однако, если он преждевременно уберет спичку, то фитиль погаснет. Поэтому священнослужители должны держать огонь свечи до тех пор, пока фитиль не разгорался, чтобы поднимался сам по себе. Точно так же и родители, и учителя должны направлять и вдохновлять своих детей и учеников до тех пор, пока они не достигнут чего? Уровня внутренней мотивации. Когда они сами захотят, внутренний огонь начнет подниматься в них, вдохновение какое-то, чтобы к движению вот этому вперед в духовности. И тогда оно не исчезнет, когда и родителей, и учеников, и учителей уже не будет рядом с ними. Многих людей волнует такой вопрос, как родителей. Мы много говорим о том, что прежде всего нужно обучать наших детей духовности. Нужно позаботиться о становлении их душ. А как же тогда пропитание? С одной стороны, этот вопрос логичен. В современном обществе материальное положение человека играет немаловоложеважную роль. Тем не менее, это неправильная постановка вопроса. Представьте себе такую ситуацию. Не дай бог, конечно, но просто чтобы понять это. У человека тяжело болен ребенок. Врачи не знают, что делать, не дают позитивных прогнозов. Ситуация тяжелая. И тут кто-то из семьи спрашивает, а как мальчик будет дальше зарабатывать себе на жизнь? Само по себе такой вопрос в опасной ситуации абсурден. Кто в здоровом уме будет думать о заработке ребенка, когда речь идет о спасении жизни? Этот тяжелый пример дает нам понять возможность, почему вопрос о пропитании сам по себе не верен. Когда мы говорим о том, что необходимо нашим детям дать импульс развиваться и жить, прежде всего мы говорим о духовных вопросах. Речь идет о истинной жизни человека. О истинной жизни, которая продлевается тысячелетия, а не той короткой, которая дается на 120 лет. Это истинная жизнь, в которой человек строит себя, как сын будущего мира. Мы готовим себе место в будущем мире, мы готовим себе жизнь в будущем мире. Если в человеке нет стремления к духовному, то человек просто не живет в полном смысле этого слова. И поэтому в наше очень материальное время мы как родители должны задавать этот вопрос. Как сделать, чтобы наши дети удостоились от той истинной жизни и не утонули в болоте материальности? Что подобно смерти мы просто этого не видим. Нам надо расставлять четко приоритеты и понять, что становление душ наших потомков совершенно неравноценно вопросу о том, в какой машине, условно говоря, они будут потом ездить. Все знают такое понятие родословное. У нас другое понятие родословное. Люди гордятся своими предками. А у нас вообще гордость семьи определяется тем, что из себя представляют сыновья и внуки. В Псалмах Давиду сказаны очень интересные слова. Родословный отцов определяется их детьми. И вот в это надо подумать. Кстати, есть хорошая пословица о том, кто называется евреем. Это тот, у кого внуки и дети евреи. Воспитание детей полностью... Это сейчас очень важный вопрос. Воспитание детей полностью зависит от воспитания родителей. Не растущие над собой, не развивающиеся родители, не в состоянии дать достойное воспитание своим детям по одной простой причине. Они не могут служить достойным примером для подрождания. А все остальное самообман. Дорогие друзья, дай Бог, что в таком сложном деле, как воспитание, мы удостоились идти правильным путем. Браха, Ва, Цлаха и всего самого-самого лучшего. Давайте нашим детям духовное. Физическое они найдут сами. Бог дает сверху.